Радио 54 Первое. Областное радио Я испытываю только счастье и благодарность, что когда-то меня приняли в этот прекрасный коллектив. Мне 25 лет и я чувствую... Ровесница, собственно, события, да? Ровесница, да, и особый трепет. Я считаю, что это будет уникальный концерт, потому что, во-первых, все исполнители, музыканты, которые когда-либо работали, сотрудничали с коллективом, они будут присутствовать. Для нас, так скажем, молодых музыкантов, это еще больше дает волнение. Конечно, конечно. И огромная честь выступать перед артистами. И я думаю, это будет очень интересный концерт, потому что мы готовимся, мы чувствуем вот этот драйв. И в то же время, конечно, мы любим свою работу, чувствуем удовольствие от каждой репетиции. И я надеюсь, что нашим слушателям понравится наш концерт, и они получат тоже огромное удовольствие. С 2008 года художественным руководителем коллектива является Фабио Мастранжелло, Италия, Россия. Что можете сказать про Фабио? Как вообще с ним работается? Какие эмоции испытываете? Фабио прекрасный. Говорите, как есть. Здесь все свои. Ну, Фабио нам придает еще больше энергии и сил. Он приезжает... Итальянского вот этого, да? Да, да, вот этого огонька. И нам очень интересно с ним работать. У него очень интересные программы. Он с нами играл симфонии Мендельсона. Тоже был очень интересный концерт. И мы с нетерпением всегда его ждем. Вообще, за время своего существования ансамбль создал более 500 концертных программ. Может быть, какая-то одна очень сильно запомнилась. Вань, пусть даже за ваше такое не слишком длительное присутствие в команде. Может быть, были какие-то такие события, которые запали в самое сердце по каким-то понятным причинам? Конечно. Но можно сказать, что ансамбль солистов Новосибирской Камераты – это действительно ансамбль солистов. И каждый имеет возможность выступить сольно с коллективом. Это, на самом деле, уникальная возможность для каждого из нас, для молодых артистов. В консерватории мы учимся, заканчиваем, мы без конца играем сольно. Вот попадаем в реальную жизнь, да, в филармонию. И в целом мы аккомпанируем чаще, да. Ну, кто как, ну вот, скажем, кто в оркестр попадает, да. И вот в ансамбле солистов есть такая потрясающая возможность выступать сольно. И, конечно, для меня, ну, я думаю, для каждого, чего там шелкавить, самое запоминающееся выступление, когда он солирует. Это да, конечно. Как в последний раз давно вам солировали? Я солировал... Ну, завтра будете? Завтра нет. Завтра, кстати, у нас будут солировать. Вот Евгений Марушин, это тот человек, который с первого дня самого работает в Камерате. Он и концертмейстер Елены Евгеньевны Климочкины. Вот они будут вдвоем солировать. Вот приходите и увидите, что будут солировать, как. Это все будет, конечно, великолепно. Ярослав, может быть, у вас в памяти какое-то событие осталось, связанное с непередаваемыми эмоциями, с какой-то очень интересной программой концертной. Была такая история? Да вы знаете, каждый концерт – это событие. Иногда даже не ожидаешь, где-нибудь в область выезжаем мы частенько. Может там найти какое-то вдохновение и очень удачно концерт выдастся. Ну, чем хорош вот ансамбль солистов, там действительно ты очень, как бы, играешь важную роль. Твой голос всегда слышен, и это поднимает такой творческий настрой. Окрыляет, да? Да, потому что на тебе больше ответственность и, соответственно, больше интерес. Вань, вы могли бы подробнее немножечко рассказать об истории непосредственно самой филармоникации и ансамбле? Да, вот практически все участники, на данный момент, мне кажется, даже все ансамбля солистов Новосибирского эмирата, это еще и участники симфонического оркестра, которым руководил очень много лет, ну, почти 50 лет, Арнольд Михайлович Кац, он его создал, и также он создал Новосибирскую эмирату. Это его идея, чтобы каждый активный, скажем, музыкант, струнник, имел возможность стольно выступать и тем самым быть в очень хорошей исполнительской форме и приносить, ну, большую, можно сказать, пользу оркестру. Вот, и вот, наверное, история ансамбля было бы правильно начинать именно с Арнольда Михайловича. Ну, и по сей день эти традиции, вот, они сохраняются, ту жизнь, которую он вдохнул в нас, вот, в других музыкантов, ну, и через них в нас, вот, эта идея, она как бы живет, и она наполняет наш коллектив. У меня лично вся семья музыканты, и вот моя мама... У вас просто не было выхода, да? Да, у меня все предрешено было. Я как бы ходил всегда к маме на работу в музыкальную школу, а класс виолончели у нас вела замечательная женщина, ну, она и ведет, слава Богу, Галина Алексеевна Иванкова. Я с ней так подружился, все время ходил к ней в класс, сидел, и так незаметно, ни для кого просто стал учиться, и все. И так с пяти лет я уже не расстаюсь со своим инструментом. Ну, не из-под палки это получилось, правда же? Нет, нет. Ведь иногда же музыкальная школа оставляет очень грустные отпечатки в памяти человека. К сожалению, бывает. Да, например, у сестры, которая отыграла на фортепиано, говорит, я не вернусь туда ни за что. Валя, как у вас получилось? Ну, у меня тоже вся семья музыкальная. Папа очень творческий человек, он не музыкант, но любит петь, вот, и все, что с этим связано, может, стихи пишет. Мама музыкант, вот, профессиональный музыкант, она преподавала в музыкальной школе фортепиано, вот. Нет, не твои сестры, значит? Нет. У меня, нас пятеро в семье, и все музыканты. Вот это, все профессиональные музыканты, да. И можно сказать, что у меня не сильно было предрешено, потому что папа сказал, ну, хочу, вот, один будет нормальный. Я самый младший. Он младший такой, да? Да. Музыкант. Ну, там, в бокс, в футбол куда-нибудь пойдет. Ну, да, да, да. Но меня так заряжало вот это занятие музыкой моих старших братьев и сестер, что я, конечно, сам, сам напросился, можно сказать. И первые три года я занимался на фортепиано, вот, с шести лет, ну, с пяти скопейками. И потом мама решила, что все-таки скрипка для меня больше подходит, и для меня, наверное, больше интересно. Мама не ошиблась? Мама не ошиблась, да. Я благодарен ей за этот выбор. Вот, скрипка, это, я чувствую, что она может выразить то, что я хочу сказать, да. Каждый музыкант, он, ну, не просто произносит чьи-то написанные произведения, да. Это всегда какой-то момент сиюминутной импровизации, вот какого-то моего внутреннего настроя, внутренней моей информации, которой я хочу поделиться, да. Ну, такое невербальное общение. И вот это наслаждение с помощью скрипки и вот этого общения я могу передать. Я впервые услышала ансамбль солистов, когда только приехала в Новосибирск, училась на первом курсе в консерватории. И, естественно, мне очень понравилось. У меня сразу возникло желание работать. Почувствовала мое, да? Да, тогда это была просто мечта, которая как-то перетекла в цель. И я помню, я подходила к Александру Кощееву, есть такой прекрасный скрипач, и он сказал, ну, готовься, будет прослушивание, тебя прослушают и, возможно, возьмут. И я готовилась, очень мечтала об этом. Меня прослушали и приняли в коллектив. И мне сказали, что будет год, как, оценивать меня. Хотя я помню, что прошло три месяца, и мне сказали, что меня уже давно взяли. Вот так. Меня очень-очень хорошо приняли в коллектив. Очень-очень хорошие люди, правда, потому что я, когда только начала работать, я еще совсем была зеленая, ничего не понимала. Иногда мне нужна была помощь, и мне все-все помогают. До сих пор поддерживают какие-либо сложности жизненные, бытовые. Всегда все помогают, очень хорошие люди. И для меня, правда, огромная честь и радость. Вообще здорово, да, что такая атмосфера в творческом коллективе? Это правда.